Как игры помогают в обучении? Разработчик образовательных игр, преподаватель высшей школы экономики Анатолий Сергеевич Казаков раскрывает тему изнутри. Важный момент того, что сейчас происходит, то, что здесь есть эта тема, и мы ее обсуждаем, в том, что сейчас игры, ну, простите, на хайпе. В России на большем хайпе, чем за границей, потому что там это началось в начале 2000-х. И сейчас к ним внимание непропорциональное. В том смысле, что это, безусловно, сильнейший инструмент, занимаюсь им там больше 10 лет плотно и поверхностно интересуюсь больше 20 лет. Но для того, чтобы правильно от него ожидать, нужно разобраться с некоторым количеством заблуждений, которые вокруг них присутствуют. Во-первых, сейчас появилось много исследований, которые исследуют эффективность игр, и они показали, что есть набор заблуждений, например, что игры увеличивают мотивацию и вовлеченность. Новые исследования показывают, они увеличивают мотивацию играть и вовлеченность в игру. В учебный процесс нет, не увеличивают. Игра увеличивает мотивацию и вовлеченность в игру, а не в процесс обучения. Там есть, безусловно, другие вещи, которые они увеличивают, не буду в это погружаться. Просто если вы делаете серьезные проекты не по мелочам, нужно копать эти вещи, это новые исследования. На русском их практически нет. К сожалению, в России они почти никем не проводятся, может, кроме таких ребят из Невала, которые по-крупному работают с серьезными. Ну да, ну в смысле, они, по крайней мере, вот здесь присутствуют. На русских изданных исследованиях я не нашел. И первый момент такой. Есть 40 лет исследования игр в образовании и бизнесе. Больше 40 лет существует конференция по играм прикладным. Нужно набирать этот материал, раскапывать, вытаскивать из него важное. Российская, точнее, советская традиция практически полностью была прервана, хотя до середины 80-х у нас были свои отличные наработки. Второе. Игры вшиты в мозг человека, ну как любого животного сложного социального. Это инструмент обучения. Это значит, что они порождают побочные феномены. Все нам нужно есть, чтобы существовать, но вокруг еды много побочных эффектов. Обжорство, рестораны за огромные деньги, странные искажения диеты, представления о том, что правильно, что неправильно. Игры порождают такие же вещи. Делаете образовательную игру, хоп, смотрите, там уже кто-нибудь на ней деньги зарабатывает и увлекся в азарт, упоролся и совсем не то, что вы хотите. Нужно понимать, что это многогранный феномен. К тому же игры порождают побочные, в том числе негативные явления. Третье. Игры должны встраиваться в процессы. Если вы даете человеку игру и говорить, она вас научит, скорее всего вы даете ему 30% эффективности. Нужно, чтобы люди были готовы в нее войти, понимали, зачем в нее входят и как потом будет происходить присвоение в практику. Классно, когда ребята делают контекстную игру про устройство мозга. Если во время урока школьного к ней будут апеллировать, дадут про нее домашнее задание, а потом в каком-нибудь кружке, ну для тех упоротых, кому это интересно, обсудят, усвоение будет на порядок больше. Это, ну в смысле, к вам не критика, это просто к тем, кто вся захочет в практике их применять. Игра без применений на практике и связи с другими элементами обучения малоэффективна. Последний и самый болезненный момент. Чтобы круто вводить игры в обучение, в образование, в оценку, их нужно любить. Чтобы игр их нужно любить, признак, вы в них играете. Поднимите в аудиторию руку, кто играет в среднем, если раскинуть, больше часа в день. Больше, чем в 10 игр в течение месяца разных. Чувствуете проблемы с кадровым набором? О чем это говорит? Когда вырастут, закончат обучение, войдут в серьезные должности, ну по крайней мере влияющие на что-то люди, которые сейчас играют столько, сколько я сказал, тогда у нас будет прослойка людей, могущих нормально, адекватно апеллировать играми. Сейчас это невероятно дефицитная сфера и по оплате в некоторых моментах по дефициту, сравнимая с обучением, машинному обучению. Для постановки навыка рекомендуем ответить на вопросы видеозадачи. Какие способы обучения сейчас находятся на хайпе? Какие ошибки совершают при их использовании? Какие проблемы нужно решить перед их внедрением в обучение? Ваши варианты ответов на вопросы по видеозадаче оставляйте в комментариях к этому видео. Рекомендуем вам посмотреть базовые видео и проработать дополнительные материалы, чтобы глубже разобраться в тени. Все ссылки будут в описании к этому видео. Подписывайтесь на видеоканалы Рема и Викен.ру